Всем доброго времени суток! С вами Салид Машика, и сегодня у меня для вас новости на 3 число, 10 месяца 2019 года. Во-первых, вышел у нас HotWix 25.8.0.1, но всё, что там мы существенно увели, так эта способность Тектоника у Атласа Прайм получила промоблик, поэтому такая баррикада выходит. Также началась продажа вещей в честь Дня Мёртвых. Из нового принесли нам скин Шазин и кучу глифов. Вернули и все прошлые товары, и к тому же за один кредит продаются сейчас Маска Дулахана и Палитра. Плюс барр ещё будет привозить тематические вещи, поэтому будьте на чеку. Что касается внутриигрового события в честь Дня Мёртвых, то пока ничего не слышно. Ещё был анонсирован Devstream 131. Пройдёт он в эту пятницу 21.00 по МСК с твичдропом. Покажут нам перемены в Аббана и Эмбар, а ещё поговорят о выходе Грэндала, новых наград, расширении конфигурации снаряжения, Эмпирея и прочим, поэтому будем ждать. Ещё файлы Гауса стали доступны для художников Тенагена, потому в скором времени могут появиться скины на него. Будет интересно взглянуть, с учётом того, что вид фрейма меняется в ульте. Ещё прайм-тайм должен состояться этой ночью в 2 часа ночи по МСК. Твичдроп неизвестен, но ожидается, что он будет, поэтому будьте на чеку. И под конец немного сторонняя новость, но похоже, что Sony больше не ограничивает разрабов во внедрении кроссплея. И вся эта их система по кроссплею окончательно вышла из статуса бета-тестирования. Уже в бете CrossF на самом-то деле работал, особенно, например, в новой колде, фортнайте и прочих играх. Но суть в том, что теперь только сами разработчики игр решают, будет ли в их играх кроссплей или нет. Интересно, будут ли DE пытаться что-то предпринять. Уже долго не делают этот свой кроссейв, но кроссплей было бы интересно увидеть. Но в любом случае, пишите, что думаете по этому поводу. Но от меня на сегодня уже всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.